Всем привет! Сейчас я расскажу вам, какой же все-таки титан лучше, Артур или Минос. Почему я не выбираю Шарангу или других титанов? Так я считаю, что Нотнес после нерфа уже будет неиграбелен. А Шаранга, ну, конечно, это самый имбовый титан. Он лучше, чем Артур, чем Минос почти во всех ситуациях. Ну, не у всех игроков он есть. Точнее, очень мало у кого он есть. И поэтому я рассматриваю только Артура и Миноса. Чем хорош Артур? Артур как раз таки хорош тем, что в таких вот поединках за маяк он почти всегда выйдет победителем. Из-за своих щитов, своего большого количества ХП, даже после нерфа у него увеличат щиты, но уменьшат количество ХП. Но это, я думаю, не сильно над ним скажется. Вот мы легко победили Шарангу, достаточно легко. Чем Артур плох? Он плох тем, что в таких ситуациях он оказывается абсолютно зажатый. То есть, если бы я был на Миносе, я бы смог накопить две способности, взять и перебежать, и убить, может быть, даже кого-то из Артуров. Но вряд ли. А с таким количеством ХП и уже с отсутствием щитов, вряд ли у меня уже что-то здесь получится. Поэтому, тут сейчас этот эпизод закончится, и будет следующий эпизод, в котором я тоже на Артуре. Вот этот вот как раз таки мы проиграли, но не суть. Здесь, опять же, вот Артур, я помог своему союзному Артуру убить там минусы. Теперь, вот именно на этой карте Артур должен идти в нычку и стоять там. Ну, как видим, там два минуса, я пытаюсь убить одного. Он уходит от меня, и вот у нас стычка с минусом, которые уже со способностью, которые, я так думаю, топовые. Потому что боец из клана Мун, Мистер Перпл, они топовые все. И вот, видите, один на один Артур разбирает минуса. Да, многие это знают, но все равно я напоминаю. И это ему хороший Артур. И в следующем эпизоде, когда будет минус, я как раз таки покажу страх, может быть, минусов, которые даже полностью заряжены. Не прямо сейчас, но вот секунд через, наверное, 40. Сейчас мы видим, как минус пытается воевать с аресом. Ну, у него это, естественно, получается. Но если бы арес был на станчих подавляющих пушках, это была бы, конечно, боль минуса. Так как, если минусы станят и подавляют, то так-то урона не мало носится. Но бомбеж игрока обеспечен. Поэтому больше я люблю все-таки играть на Артуре. Ему, конечно, эти ястребы нипочем. И стан, если есть, считай, тоже нипочем. Сейчас в чемпионской лиге все-таки, конечно, больше, я думаю, минусов, так как все их начали прокашивать. Но я не считаю, нужно прокачивать минусы, если у вас есть фуловый Артур. Потому что это очень много платины стоит. И не сильную прибавку дает, если вообще дает. Смотря какие режимы. Во всех режимах, кроме гонки, хорош минус. А вот в гонке именно, чтобы защитить маяк, хорош именно Артур. И чем еще плох минус, то, что когда у него щит отрабатывает, то, допустим, вы убиваете Титана, и выходят ястребы, вот они вышли. И все, на вас метка смерти, и без способности бежать некуда. И вот она, боль минусов. Артур вышел, все, минус уже не желез, потому что никак он не сможет защититься от Артура. Артур высокий, может везде встать. А минус, как раз таки наоборот. Он не может нормально где-то стоять, стрелять. И получается так. Ну что же, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok